Мне самому довольно сложно было оказаться на Тверской. 28 января это было целое, я не знаю, это такой фторосортный боевик или была комедия. Потому что и за мной, и за руководителем фонда борьбы с коррупцией, начальником штаба Романом Рубановым, и за начальником штаба Леонидом Волковым, за нашим главным юристом Иваном Ждановым, накануне любых акций, такая прямо вот вообще плотная слежка. Много людей, много машин, каждый твой шаг контролирует. Но мне-то очень хотелось попасть на акцию. Я был 26 марта, а на всех остальных акциях я даже не побывал, потому что меня задерживали всегда дома. И я как-то сказал себе, Алексей, постарайся, пожалуйста, даже если, несмотря на то, что тебе придется делать какие-то довольно комические действия, типа сбежать от погони, постарайся, пожалуйста, 28-го все-таки прийти на Тверскую, мне это удалось. Ну, реально, на самом деле, это выглядело как таком во второсортном боевике, но только никого не убивали и ничего не взрывалось. Я, на самом деле, какие-то из машины, выпрыгивая в метро, натурально убегал от слежки. И вот эти люди, которые следят за тобой, они сначала делают вид, что они просто идут и тебя не замечают, потом они натурально за тобой бегут. Ты запрыгиваешь в вагон метро, и они за тобой запрыгивают. Если кто-нибудь когда-нибудь, я не знаю, съемки камеры наружного наблюдения вот в метро, и с того конкретно момента, когда я сбежал в метро от этой наружки, это будет очень смешно. И вот прямо, ну, натурально бежишь и думаешь, е-мое, тебе 41 год, и ты, ну, ты, в общем-то, юрист, чем ты занимаешься. Но, с другой стороны, как-то вот я бежал и думал, ну, наверное, это и называется интересная жизнь. В любом случае, я был очень счастлив, что хотя бы ненадолго оказался на Тверской улице. Ближайший офицер полиции, который меня увидел и опознал, он, конечно, сразу там, я прям видел, сообщил, сразу подъехал какой-то автобус, эти космонавты, и задержали меня, но, тем не менее, вот, беготня по метро, потом два дня пришлось не ночевать дома, отключив телефон и все остальное. Ну, такая, то есть, такая довольно странная и низкопробная шпионская история, но, тем не менее, вот в результате этого всего я смог выйти 28-го числа на улицу, увидеть вас всех, вместе с вами пройти хотя бы несколько сот метров, чему я очень рад.